Вот вы знаете, адекватные люди, ну на мой взгляд, я сужу по своим жизненным принципам, поэтому у тех, кого схожи мои жизненные принципы, я тех людей называю, на мой взгляд, опять повторюсь, адекватными. Пишут, Ксюх, всё правильно, да, фу, оплевалась от этой программы, согласна. А есть какой-то процент моих подписчиков, вот лучше бы они отписались, честно, чем я эту дичь от них слышу, которые пишут, а нам так жалко эту девочку, бедную несчастную, вам кого было жалко? Можно узнать? Вружку несчастную, которая миллионник она или не миллионник, я даже не знаю, сколько у неё там в инстаграме подписчиков, которая просто рассказывает, что якобы у неё есть покровитель, на самом деле сосёт за 15 тысяч рублей. И вам жалко эту девочку просто потому, что она приехала из периферии, а что для того, чтобы перебраться отсюда из периферии, нужно обязательно сосать, чтобы в этой жизни что-то из себя представлять? Нет? А других вариантов нету? И не надо мне писать, вот ты москвичка, поэтому так, да даже если бы я не была москвичкой, что за бред вообще? Что, работы нет в Москве? Вы что, сидите без работы? Или единственное, или просто вам хочется всем рассказывать? Её не устроила бы зарплата в 60 тысяч, понимаете? Зачем? Ей не устроил бы карьерный рост, её не устроило бы долго чего-то добиваться. Зачем? Можно пойти за ночь, три раза вот так, а потом всем рассказывать про то, что у неё это... Лабутены, блин, за полторы тысячи евро. Какие там лабутены? Что это вообще стояло такое, блин, на прилавке? Поэтому, если вы защищаете такого рода бобёнок, вам тогда не ко мне вообще, просто. Или вы хотите такими, как они, стать, завидуете? Куртизантки, там, шлюхи, эскортницы, как угодно их называйте, они были всегда, это ни для кого не новость, для того, чтобы сейчас в стране у нас появились проститутки. Я против того, чтобы это становилось каким-то культом, понимаете? Потому что сейчас с помощью Инстаграма эти все девчонки, 16-летние, смотрят и думают, блин, а у неё покровитель, а я тоже так хочу, а я тоже хочу такие туфли, а я тоже хочу такие... Когда на меня смотрят, все прекрасно знают, где я работаю, как я зарабатываю свои деньги, понимаете? Если даже я, как вы считаетесь, хвастаюсь своими сумками, сапогами, ещё что-то, я на них заработала, на эти сумки и на всё остальное. Так и ни одним местом я заработала. А тут-то что творится? Эти девочки смотрят, не понимают, откуда у неё это, квартира, откуда у неё это, сумки, откуда, почему она так может, а я не могу. И дальше попадают в этот бизнес, понимаете? Думая, что как бы сейчас ей найдут покровителя. Но прежде чем она найдёт себе покровителя, ей столько, извините за выражение, хренов придётся перед это, чтобы вообще найти этого покровителя. Это ужас какой-то. Сейчас девочки не стремятся закончить, я сейчас не говорю за всех, я говорю те, кто сидят в Инстаграме с открытым ртом и мечтают стать вот такими, как она. Они сейчас думают, ну нафига мне вот это вот, на институт тратить столько времени? Зачем мне сейчас заморачиваться, читать книги, ещё что-то? Для чего мне? Я сейчас пойду вот как она, понимаете? Приеду из, не знаю там откуда, и пойду как она вот этим путём. Зачем мне идти какой-то другой дорогой? Я вот про это говорю, что пропаганда вот этого, вот этой фигни не должна быть, понимаете? Не должна быть. И адекватные люди это понимают.